Как вы поживаете? Прекрасно, мы в ожидании. Я говорю, мы в предвкушении, я уже две ночи не сплю. Ну, я уже вообще давно не сплю. И чем ближе к классам, тем плотнее ощущается энергия. Да, и это прям настолько интенсивно для меня. Так и есть, сумасшествие такое, да. Сейчас на планете очень много каких-то сумасшедших энергий. Это чувствуется. Да, мы можем чувствовать. Итак, у кого есть вопросы? Ну, наверное, сегодня у меня есть ответы. Maybe today I have answers. Ага, there you go. Да, ага, вот так. So, what answers do you have? И какие ответы у тебя есть? У меня есть ответы о том, где выйдет класс, что выйдет на классе, как будет класс. И, ну, в общем, организационные вопросы, по которым уже есть ясность. И сегодняшний наш звонок я предлагаю воспринимать как открытую встречу, как знакомство. Чтобы не только мы познакомились с Грегом, но и Грег мог познакомиться с нами. И для того, чтобы у Грега была такая возможность с нами познакомиться, да, требуется задавать ему вопросы и можете поднимать руку, представляться и поговорить с Грегом. У вас есть такая возможность сейчас. Это сейчас как интро до интро. Да, это как интро до интро, да. И мне очень интересно было бы узнать, как Грег ощущает, что вот через неделю это всё уже... О, мау-май, ой-май-гай, это всё случится. И как ощущения перед поездкой, и, может быть, есть какие-то осознания, и как Грег воспринимает сейчас это место, Дальний Восток, Приморье, Владивосток. Может быть, что-то энергетически есть из ощущений. Ванда, я бы хотел узнать, как вы чувствуете перед поездкой? Может быть, у вас есть осознание о том, что будет происходить? Что мы будем делать? Может быть, какие-то thoughts о Приморье и Приморье? Как вы чувствуете о наших классах уже? Я правда в восхищении. Я правда в восхищении. Я правда в восхищении. Итак, Грэн говорит, что он уже в таком возбуждении. И чтобы мы лучше могли понять, что он ощущает сейчас, он прочитает нам один из отрывков, которые ему прислал один из его учеников. Ученик спросил учителя, в чем разница между химией, алхимией и отношениями? Так что ответа пришла, что люди, которые ищут химию, они как ученые в этой жизни. Они где-то балансируют между реакцией и реакцией. Люди, которые нашли для себя алхимию, они как артисты, как творческие личности в любви. Они создают эту любовь каждый день. Химики создают любовь по необходимости, алхимики создают любовь по выбору, из выбора. Химия умирает, со временем умирает, а алхимия рождается все больше с течением времени. Химикин. Химия likes packaging. Архимией. Алхимией, я люблю короб digging. Ах, я не слышу, химизрилия, как... Химизрия, как packaging, the wrapping, clothes, the face. Ах, ах. И алхими? Алхимией, что ты любишь количество. Химия это как что-то внешнее, ну что-то вроде нашей одежды, это о внешнем, а алхимия, она о нашем внутреннем содержании. Все ищут какой-то химии в отношениях, но только некоторые пытаются найти алхимию. Химия привлекает и в то же время крадет сексистов и химинисток. Алхимия проникает во внутренние мужчины и женщины и объединяет их вместе. И вот почему алхимия объединяет отношения и при этом оставляет вот эту индивидуальность. Если в заключение сказать алхимия, она объединяет вместе то, что обычная химия разъединяет. Алхимия это как свадьба, а химия это как развод. И это то, что мы видим во многих отношениях сегодня. Что мы будем изучать, куда мы сделаем этот шаг в изучение? Это в изучении большей глубины в отношениях между людьми. You see, chemistry makes the body age. Sorry. Chemistry makes the body age. Get old. So, химия, она заставляет тело стареть. В то время как алхимия любит нас всегда изнутри, такими, какие мы есть на самом деле, в нашем суть. И что я вижу, что происходит на этих классах алхимии, это то, что люди учатся любить себя, учатся любить других. И все это происходит по-другому, не так, как обычно мы привыкли в жизни. И большие изменения приходят к людям, которые приходят на классы. И мне бы было очень интересно посмотреть, как на этом классе алхимии вы влюбитесь в себя снова. И я не имею в виду вот эту любовь, которая, ну, тактизм, да, ее проявление, к которому внешне, к которому мы привыкли. Это любовь по-другому, в другом ключе. И вы создадите связь такую с друг с другом, которая не будет уже меняться. Да, Ванда, у тебя вопрос? У меня есть вопрос. Хорошо. Ну, к примеру, я как простой человек, да, который ничего не знает об осознанности. И вот я слышу, что Грэг говорит, что я больше буду любить себя. Окей. И что это даст мне? Ну, вот я стану больше любить себя. Как это для меня сработает в жизни? Ну, и как это будет работать для меня? Ну, я буду любить себя больше. И что будет в жизни после этого? Как моя жизнь будет изменять после этого? Что будет происходить? Вы начнете делать другие выборы. Вы начнете делать такие выборы, которые будут создавать больше для вас, чем для кого-либо другого. Вы знаете, как у нас есть список людей, которые важны для нас? Ну, например, у нас есть список людей, которые для нас важны. И когда вы смотрите на этот список важных для вас людей, вы понимаете, что вас нет в этом списке. И вот здесь мы научимся тому, как себя ставить во главе этого списка. И, возможно, вы укоротите свой список, и он станет поменьше и покороче, потому что вы обнаружите, что там были люди, которые вашей любви, возможно, не заслуживают. Потому что вы увидите, что они любят вас только, когда вы что-то делаете для них. Вы знаете, класс меняет ваших друзей так же, как и вас. И я имею в виду, что те люди, которые будут меняться вместе с вами, они будут вместе с вами расти. А те люди, которые вам не требуются, когда вы будете меняться, которые будут истерить у вас назад, они просто уйдут. И у вас в жизни появятся друзья, вы начнете создавать таких друзей, которые будут поднимать вас, когда вы, возможно, опускаетесь. Маргарита, если кто-то поставил комментарий или два вопроса в чате? Я буду читать. Сейчас мы прочитаем вопросы из чата. Что же такое, это интересное слово алхимия, про что это? Какое влияние имеет на человека? Я думаю, что мы уже ответили. Вопрос была, что это слово алхимия? Это как мистерство, и как это влияет на человека? Алхимия – это слово, которое описывает трансформацию. Алхимия – это слово, которое описывает трансформацию. То, как менять, не услышала что, в общем, на золото. Ну, что-то простое на золото. Железо. Но вы видите, это не только так. Как много людей вы видите в вашей жизни, которые живут в их жизни? Они живут, они просто существуют. И как много людей вы видели в своей жизни, которые просто проживают свою жизнь никак, они просто существуют. А потом что-то случается, и они как перестраиваются, трансформируются. Они становятся радостными и счастливыми. Они выглядят моложе. В чем были изменения? Они просто добавили себя в этот список. Они поставили себя на самую верхнюю позицию в этом списке. Я могу показать вам трансформацию, как это воздействовало на меня. У меня, я не знаю, что я вам вам помню. Я не знаю, что я вам помню, но я вам помню, это в уроке. У меня 12 лет назад, или 11 лет назад, были две девушки. Да, 11 лет назад, вы были... ...вы были две девушки, у меня два родных. Я никогда не знал, не знал, не знал, не знал. 11 лет назад у Грега появились двое внуков, но зато он держал на руках своих двух внуков. И в фотографии я думал, что я удивлял всех и показывал, что я счастлив. И на этой фотографии, где он держал внуков, я думал, что он был счастлив и как-будто всем показывал свое счастье. И позже, когда дочка отправила мне эту фотографию, я увидел, насколько я был так счастлив. Он был сам печальным, злым и старым. Это не на моем лаптоне, поэтому я должен поделиться с телефона. Я отправлю его в группу в чат, и я сделаю это позже. Я отправлю позже эту фотографию в чат, вы посмотрите, и буквально это означает, что то, как мы выглядим зависит от того, как мы себя чувствуем внутри. И на этом классе мы научимся узнавать, как быть тотальной благодарностью и радостью вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Да, я имею в виду, когда мы имеем в виду класса. Я чувствую, что у нас энергия увеличивается. Я чувствую, что у нас есть энергию. И каждый раз в преддверии класса я ощущаю такое прям возбуждение и энергии поднимаются, уходит страх и поднимаются вот эти энергии предвкушения такого возбуждения. И все же, когда присутствует немного страх, это о том, что разум, он всегда против изменений каких-то. Даже если мы, вроде бы, сознательно запрашиваем изменений, подсознание, наше подсознание все равно удерживает нас вот в этих рамках, чтобы оставаться теми же самыми. Потому что разум может основываться только на том, строить наше будущее, только основываясь на том, что было уже в прошлом. Он уже проживал в прошлом. И он не воспринимает, не хочет воспринимать то, что ему еще не известно. Поэтому, если вы думаете о том, чтобы прийти на класс, собирались прийти. И в то же время у вас есть такая энергия, которая ощущается как, о, не путайте эту энергию со страхом. Это то, как ваше тело говорит, о, да. Дело говорит, да, это правда что-то возбуждающее такое. И, возможно, таким образом оно пытается сказать вам, да. Наш мозг не различает, у него нет разницы между страхом и вот этим возбуждением, таким как предвкушением. Он показывает нам, что страх это то, чему мы научились когда-то. Думайте об этом. Когда вы в страхе, как это ощущается? У вас есть какие-то бабочки, ощущение вот этих бабочек в животе, вот что-то поднимается. И вы ощущаете, как будто вы хотите убежать куда-нибудь и спрятаться. И когда вы вот в таком возбуждении, что происходит? Ну, все то же самое, у вас все поднимается. У вас бабочки в желудке паркают. И вы также чувствуете, что вы хотите куда-то бежать. И вы прыгаете вверх-вниз. И везде, где мы ощущаем вот эту разницу между страхом и возбуждением, это все нереально. Страх становится нереальным. Есть только один вид страха, с которым мы рождаемся, и это страх влюбиться. Теперь я понимаю, откуда у людей такое сопротивление, когда что-то на горизонте появляется новое, какие-то новые возможности, как мы предлагаем класс. Некоторые люди говорят, ой, я вообще не ощущаю этот класс. Но на самом деле в это время их тело такое, ой. А они говорят, нет, я не ощущаю этот класс. Это они так не хотят слышать новое, так они не хотят воспринимать что-то новое, что, ну, явно изменит их жизнь. Так что я понимаю, что люди, которые говорят, ой, мы не хотим в этом классе, и мы приходим туда. И в то же время они чувствуют трампливый тело. Да, но мы обычно не слышим о том, потому что мы уже решили, что это страх. Очень много классов я провожу в Европе, и, допустим, в Германии, в Франции, в Франции, в Германии, в Германии. Люди записываются, регистрируются на класс, и потом вдруг внезапно они отменяют регистрацию. Почему? Потому что сейчас не ощущается это тяжело, они говорят. Почему это тяжело ощущается? Потому что разум понимает, что изменения идут. Тело возбуждено, потому что идут изменения. И вот в этом, ну, как бы, это уже, таким образом уже начинается класс. Иногда, когда люди выбирают класс, класс начинает проявляться для них уже там недели за две до начала. Поэтому празднуйте. И да, вам нужно набраться мужества, чтобы сделать шаг вперед и что-то изменить. И так во всем, когда вы не знаете, что должно произойти, что случится, вам нужно набраться смелости, храбрости и делать этот выбор. Все запрашивают изменения. Все запрашивают изменения. О, это не меняется, мне не нравится, я не счастлива, потому что это не меняется. Но потом мы немножко отстраняемся, потому что начинают происходить изменения, все меняется, но нам не нравится сам этот процесс, как это происходит. И мы говорим, стоп, не хочу, это слишком тяжело, мне не нравится, остановите. Или мы просто впадаем в этот страх, начинаем бояться. Или мы можем остановиться, понаблюдать за этим всем и изменить дальше. Когда мы были детьми, которые учили ходить, что случалось? Почему мы выбрали ходить? Мы выбрали это, потому что мы видели, что все вокруг ходят. Сначала мы просто вставали возле мамы. Мы падали, допустим, плакали, злились, но снова вставали. И постепенно мы начинали вставать все лучше и лучше. До тех пор, пока мы не смогли побежать. А теперь представьте, что когда вы пытались вставать, вы бы сказали, о нет, все, я все отменяю, это слишком страшно, мне не нравится, это очень тяжело, я лучше упаду. Мы бы все просто ползали на четвереньках, и нам понадобилось бы обувь, чтобы на руки тоже надевать. И вот таким образом ваш выбор и то, что вы правда выбираете, вот этим порывом из сердца и из души своей, правда меняет то, что вы выбираете. И приносит то, что вы запрашиваете. И вы почувствуете это, вот вы почувствуете вкус вот этого на классе. И потом выбор будет за вами, либо вы выберете создавать больше и практиковать это больше, либо вы можете остановиться. Всего лишь выбор. Не хорошо, не правильно, не неправильно. Еще нет, наверное, ни одного класса, перед которым мне было бы так страшно, как сейчас. Это значит, что я на все классы ходила просто погладить себя по головке и ничего не поменять. Это значит, что все классы, которые я использовала, я просто пришла туда, просто кудрить голову, и не поменять ничего. Везде, где вы выберете страх вместо вот этого возбуждения, он придет, так и будет. В общем, место нашей силы уже определено, и это прекрасное место на берегу моря. Можно будет свой страх пойти и выполоскать прямо в море. Либо прийти на хаку и хакнуть весь свой страх. Или, в общем, мы можем прийти к хаку и хакать все наши страхи. Да, и это смотря на то, что я очень люблю хаку, потому что мы можем оттенять от гор, и это то, за что я люблю класса хака, потому что там мы смотрим свою злость и выплескиваем, как бы избавляемся от всей злости, которая у нас есть, мы ее выпускаем и учимся жить благодарностью, и вот такой, с истинной благодарностью ко всему. Поэтому извините. Можно задать вопрос, он может немножко более практичный такой. После классов, алхимии и хаку, что мы можем делать не только для себя, но и для людей? Сессии, классы, что есть? Что мы можем делать после классов? Вот мы пройдем алхимию, хаку, и что мы можем делать не только для себя, а для людей? То есть сессии, например, там классы, что будет? Классная штука, которая учит нас, от которой мы учимся на классах алхимии, мы учимся быть чем-то, постоянно делая, постоянно делая что-то, мы уже будем являться вот этой алхимией. То есть делая все остальное, мы уже будем являться вот этим. то есть что я имею в виду под этим? Например, когда мы являемся алхимией, вот этим пространством благодарности и радости, мы не можем уже смотреть на людей из пространства осуждения. То есть это означает, что вы можете запускать людям бары. Когда вы, например, запускаете людям бары, или какие-то делаете телесные процессы, которые вы делаете, или массаж. Я даже знаю некоторых психотерапевтов, которые используют это. и применяют вот эти все, ну вот, как качество ощущения, как это назвать, применяют вот то, что они получили на классе в процессе работы. То есть получается, что вы создаете просто другое пространство для людей, пока вы занимаетесь чем-то любыми своими там обыденными делами, или чем бы вы не занимались. И когда вы делаете что-то с людьми, люди просто говорят, вау, а что ты сделал сейчас? Ну вот сейчас, например, мы сейчас на зуме разговариваем, ощутите свои дела, как они ощущаются. И Kathарин, как вы думаете, что происходит мне, это тем, что происходит совершенно, когда вы занимали бары. Я этого иногда занимала себя от 300 тысяч человеке, много людей, чтобы я заниматься с собой работой, как они намного родителями. Как вы занимаете это, где я работаю? Потому что это space. Я был деградом, поэтому не было. Я сейчас куда-то ушла, сейчас еще раз. То есть, когда вы ощущаете вот эти ощущения в теле такие, когда вы как будто дома, когда вы приходите домой, вот эти ощущения такого расслабления. Я встречал людей, которые просто начинают рыдать, просто потому что я их обнимаю. И человек платит и говорит, ой, я чувствую, что я дома. И когда вы из этого пространства запускаете, например, кому-то бары, нет никаких суждений в этом. Когда вы из этого пространства просто делаете массаж кому-то, в этом нет никаких суждений. Если вы слышите, как кто-то говорит, допустим, о страхе, в этом тоже нет никаких суждений. И тела, тогда тела позволяют себе это отпустить. Это самый прекрасный массаж, который я когда-либо давал в жизни, ну делал в жизни. Это был пример самого прекрасного массажа. То есть, был маленький ребенок, которому было 6 недель всего, и он постоянно кричал. Который после 5 минут в моих руках тотально полностью расслабился и заснул спокойно, не крича в первый раз вообще за все это время. Ого! Другой, другая семья была, человек весил 245 килограмм. Я был единственным человеком в городе, который вообще согласился делать ему массаж. И я чувствовал, что его тело оставил болезнь. И ему было настолько больно, и я просто прикоснулся к его телу и выпустил эту боль. То есть, эта боль ушла. И у него были слезы благодарности на лице, когда я закончил делать массаж. И потом были, ну я тоже заплакал от благодарности. И поэтому алхимия учит нас быть уже чем-то вот этим пространством, пока мы занимаемся всем остальным любыми своими делами. И когда вы алхимик, вы приносите изменения. И я знаю одного менеджера, просто сотрудника, который через пространство алхимии. Он просто являлся, ну вот этим пространством благодарности и доброты по отношению к людям. И алхимия позволяет вам видеть то, что люди могут быть идиотами. И все еще смотреть на это и думать, ну интересный выбор. Когда, например, я готовлю, и я вот в этом пространстве алхимии, у меня всегда вкусная еда получается. Когда я готовлю не из пространства алхимии, я знаю, что так вкусно не получится, и возможно у меня будет болеть живот после этого. Да, Ванда. Да, ну во-первых, я хотела сказать, что ощутить себя дома, в пространстве как дома. Сейчас такой уровень стресса у людей, что они даже дома себя не ощущают как дома. Поэтому, да, все на класс. Да, я 10 лет ходила каждый день на работу. В государственную структуру. И после того, как я уволилась, я спала две недели и думала, что, ого, сейчас я две недели посплю и все хорошо будет. Но мое тело сказала, нет, мы будем спать и спать и лежать столько, сколько нужно. И я поняла, что за просто 10 лет, это не 30, не 40, как люди могут работать на работе. За 10 лет у меня накопилось столько в теле тяжести, что мне даже не хватило месяц спать. И я продолжаю спать до сих пор, уже три. Да. 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 И я хочу спать, чтобы спать и сидеть, и сидеть больше, и больше, и больше, и не два года, и даже несколько месяцев. И я понимаю, что за 10 лет этого работа, постоянного работа, у меня было так много стресса, и все остальное, и все остальное, и все остальное, и все остальное. И я думаю, что у меня не хватило, чтобы спать и сидеть только за неделю или два. И сейчас три месяца прошло, и я еще спать. Да. Это о том, сколько стресса накоплено внутри нас, и как мы привыкли в этом жить, что мы даже иногда не можем почувствовать свое тело, насколько ему требуется это расслабление. Я имею в виду, как мы часто чувствуем этот стресс в нашем теле, что мы иногда даже не понимаем, что мы требуем эту расслабление. Да, абсолютно. Да, так есть, абсолютно. Когда я домой из России, я спать за неделю. Когда я приеду домой из России, то неделю спать. Почему это так трудно здесь? Это тяжело? Нет, это просто потому, что я знаю, что, когда я с вами с вами, я даю вам все энергии, что я могу. Я даю вам все энергии, что я могу. Я даю вам все энергии, что я могу. Так что я даю вам все, что я могу, чтобы класса achieves, что это нужно. И когда я приеду домой, я могу relaxать. Это не потому, что здесь так тяжело, а потому, что на классах я вам даю максимально много энергии, которую я могу дать, и чтобы мы достигли тех результатов, которые требуются. И я постоянно создаю энергию на классе и поддерживаю эту энергию с собой, получается. И поэтому, чтобы у нас там получились прекрасные результаты. И когда я приеду домой, я смогу выдохнуть и сказать, фух, все получилось, теперь я могу расслабиться. У меня есть друзья, которые... расстраиваются, им не нравится, когда я не отвечаю им на сообщения во время классов. И потом я с ним разговариваю, говорю, ну вот если мы с тобой сейчас общаемся, если бы я сейчас отвечала на сообщения, тебе ему понравилось, человек говорит, нет. Ну почему ты тогда хочешь, чтобы я прерывал глаз на ответ на сообщения тебе? И поэтому пока я с вами, весь мой фокус внимания направлен только на вас. Прекрасный кот! У меня еще вопрос. У меня вопрос про личные сессии. С какими вопросами можно приходить на личные сессии? Ну, что это? Здоровье, отношения, деньги, что это может быть? Какой запрос может быть на личную сессию? The question is about private sessions. Which demands, with which demands we can come to private sessions? Money, relationship, health, or something else, or all of these? Everything, all of it. And you can... People come, say, you have the option, you can come for a massage, you can come for energy work, you have a combination of all that. Some people just want to sit and have a coffee, other people just want me to hug them. For an hour. Можно... Можно приходить со всеми этими вопросами, и я всегда предлагаю Рафа и Валя варианты на личных сессиях. То есть вы просто можете прийти поговорить со мной, можете просто получить массаж, может быть комба из массажа и разговора, кто-то хочет просто прийти выпить со мной кофе и также посмотреть на меня, и просто хочет, чтобы я вас пообнимал, и на этом все. Это достаточно. So it's like... It's whatever comes up. It can be your past, it can be your fear of the future, it can be anything. And some people... You know, there are people who come, they just want to be held while they cry. And they want to be held in this space of kindness. So they lie on the table, and I just cradle them like a baby. So, you know, it's your session, your hour, you talk about what you want, you ask what you want, and you receive what you are prepared to receive. But it's your session, your whole hour, you can ask what you want, you can get everything you want, and you always get what you are prepared to receive. You know, I've seen people, where they've come for a session, and they're nervous, they're scared of me. I'm a big man. So, I just have energy work. 10 minutes energy work, now I want a massage, my body wants a massage. let's do a massage. Because they feel safe. Well, because they feel safe. I know other people, who speak really good English. That's what they're translated there. Why? Because they feel safe with the third person. Yeah, they speak really good English. I see. There are people, who come and, let's say, they speak good English, but they still need a translator. They ask a translator for a session, because they feel safe in this space. Even with a translator. The translator just makes them, helps them to feel safe. The translator just helps them feel safe. and make them feel safe. Yes, too. Is there a sound? Yes, 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 безопасности. Часто так бывает, что мы боимся нашего будущего. Как алхимия может нам в этом... Как алхимия может это изменить, когда, вот, например, человек выбирает что-то, делает какой-то шаг и потом просто перестает выбирать, потому что боится последствий будущего. Вот, что может нам алхимия дать с этим? И я сейчас... Про деньги? Да. Ну, я просто знаю, что некоторые люди, они хотели бы, но придется, допустим, там, ну, вынуть какие-то деньги где-то или, может быть, взять кредит. И они хотят, но боятся того, что потом все, ну, как бы, придется это как-то с этим справляться, да, и вот страх будущего... Ланда очень хорошая в обо мне мнении. Она думает, что у меня резиновая память, и я все же вспоминаю, что она говорит. Ланда, ты too good about my ability is to remember all what she said. Прости меня. Unstoppable. So... From the very beginning... Кто есть в алхимии? ...проставок и деньги. Вот. Подожди. Sometimes people... Sometimes people want... Sometimes people want to feel safe with their future. Absolutely. But they can't how alchemy can deal with it. Because you start to let go of the fear. В алхимии вы просто начинайте отпускать страх. Страх просто уходит. У вас просто пропадает страх. Вы видите, что вы по-настоящему безграничное существо, сущность, и вы просто начинаете создавать. Спасибо. Very cool. Еще страшнее. Стало еще страшнее. It became even more fearsome. Is it really fair or was it just you're getting super excited? Это очень классно, потому что ты становишься еще более возбуждена по поводу класса. We see you in five days. Мы увидимся через пять дней уже. О, Боже. And we see you in four days. We see you in four days. И мы с Грэгом через четыре дня, потому что мы будем вместе лететь из Москвы. И у нас еще есть пять дней. Даже у вас есть шесть дней, потому что классы начинаются 23 числа. У вас есть еще шесть дней. За семь дней Бог создал весь мир. У нас есть шесть дней, чтобы выбрать класс и прилететь сюда, в Владивосток. Какие мелочи? Все люди у нас есть шесть дней, чтобы выбрать классы. И Бог создал Землю для семь дней. И все у нас есть шесть дней, чтобы сделать выбор и получить классы. Look, you can come to the intro and decide that night. So it's not a problem. This... Ну, знаете, можно прийти на интро и выбрать в этот же вечер. Никакой проблем. Нет? Да, Наталья? Микрофон, Наталья. Да, я включила. Здравствуйте. Я хочу рассказать свою историю, потому что я сейчас только осознала, какая у меня история с алхимией и как меня ведет сюда, в это пространство. В 2000... Можно кусочками, Наталья? Давайте я буду кусочками. Да, да. Да, да, да. Наталья хочет рассказать свою историю. Она хочет рассказать как алхимией ведет ее в класс. В 2021 году я проходила обучение по энергетической работе, будем говорить так. Там классы были по чакрологии, по генным ключам. Я проходила это обучение. Это немножко такая предыстория. Можете перевести. И на этом обучении я познакомилась с девушкой, которая впоследствии была на классах у Грега, и она переводила прямой эфир с Грегом. А я была на нее подписана, на эту девушку. И вот так вот я с Грегом познакомилась. на эти классы. She met a girl, who lately was at your classes and then she translated... Вилас, ты! You have to say that again, Magritte! It was a call... So she met a woman, who lately knew you, who was at your classes and then translated your Zoom. And that's how Natalia saw through this girl. She saw you and you, you. Oh, wow! И ещё было одно знаковое событие. Я ходила на приём к регрессологу, и вот в регрессе я там увидела, что было для меня абсолютным удивлением, что одно из воплощений было алхимик. Вот, я видела это, я это прямо ощущала, как это происходит на самом деле. А, круто! Да. So... She went to a session with... I don't know how to say it in English... ...регресс... ...регресс... ...регрессионной. And she saw that in one of her previous lives, she was an alchemist. Поэтому, когда я увидела Грега, тогда я почувствовала, я сразу подписалась на каналы Телеграм и стала как бы постоянно следить за его приездами в Россию. Ну, выбирает. Наверное, до конца не выбирала, но вот сейчас я уже чувствую, что выбор как бы состоялся. Благодарю. Спасибо. Очень круто. Увидимся в классе. Увидимся в классе. Да, но в этом и штука, когда приходит то самое время и мы чувствуем, что оно пришло, мы выбираем. И если мы не выбираем, это не делает вас неправильными, это просто тоже выбор. Всем прекрасной ночи, сладких снов. Спасибо большое. И мы скоро увидимся. Даже если мы увидимся просто для больших объятий. Хорошо? Спасибо, Грег. Спасибо. Спасибо, Грег. Увидимся. Пока-пока. Пока!